здрасте я же потом возьмем это короче положишь некоторые не успевают они замерзают о и за какой хабанера сам вырастила лишир нафиг я ручу чем может дайте бабушек на сдачи же но бабушек а ты с бабушками сам человек вырастил блин перца хабанеры и чили и халапешки тогда не все если не побежали про перца за город сегодня на остроту я не знаю я один раз попробовал короче несколько лет назад не хватит да они острее чем соуса ну давай продегустируем попробуем опять же на голодной жилой потом нихера не будет да будет естественно на кушать же вообще хоть иногда забродивший мандарин что-то непонятно он еще не дозрел поэтому пахнет этим болгарским да он когда дозрелом он такой кислый похож по старте маленькой сейчас я думаю с любовью геннадьевна пробовать за кадром ты не видел чтобы ты не видели это вот это верни мне перец то а чё надо что ли вернуть я завтра выгоню соус у нас остренький и если хочешь могу замок заскочить что оставлять ну не выкидывать же помочь это на солнышко они дозреют а его в нем было похоже что я пион да ну так хорошо остро вкусно пошла жара прям хорошо так не имеется этому массу еще блин капец но если вы живут еще призу а сам все друзья на сам без перца ставила на весь сам процесс чтобы его вырасти хорошо припекает я решил увезти в теплицу чтобы он ну нормально расцвел то ну все мы его короче привезли он взял листья скинул подлец да ну хорошо ну раза в три острее чем чили примерно это заливать поставил ну это мне по вкусу нормально и брат в новосибирске я ему давал это на семена короче поставил растет но мне нигде и никогда нахрен это же это целая история вырастить это не просто не добрить полить порыхлить это ничего это не не воткнула и расти какой это ребенок родил на хрен закон посадил его за планшет его вырос сам по себе это целое искусство на фигура сеть перчик сам бабушек целая машина стричит ну это старость это нет это профессионализм это рост меня короче давай наделывать это в баночке тоже стерилизую не знаю как он так может не тащится народ короче всем раздал под максу хрен привет попробовать мелкий алишер как надо алишер а вот большой алишер афилин кирове привез нам авторские соуса и моё ох ты сейчас откроет сейчас я вам покажет расскажет что это такое а до этого он нам хабанера привез вчера буквально хабанера привез а сегодня соуса готовы ты обрати внимание это хранить можно производство и мою ручная работа все подписано офигеть можно ферментировал выращивал перед перед тоже сам но этот который я тебе до этого привозил сам выросил перец сам ферментация занимался где-то бутылочки надыбал нах бирочки сделал для крафтовой на крафтовой ниточки прямо этот подписано все офигеть можно первый раз алишер в нашей лачуге крестьянской и паштет я сами тоже делали паштет охренеть можно самодельный паштет для чая задегустируйте у меня не скручит опять вот мы кстати специально вот сначала максим поезд а потом уже чтоб не на голодный желудок будет пробовать это не блин нельзя превращать закуску в жаротву на ну бутылку мы не взяли еще это это не да это дегустация как так как так вот так блин его и ну за рассаживай гостей ну фонарь включился давай микрофон а давай сейчас будем дегустацию проводить нам алишер пояснить зажили были там которые есть один не до ферментировался но все на на одном этом перца до сделаны да все на всех обороны единственное здесь получается пюре манго пюре апельсина и здесь пюре ананасы добавлю то есть а база хабанера везде нет чили ой чили а я думал на хабанера хабанера выросла всего шесть штучек я тебе привез а у него всего шесть штук выросла в семье макс отдал охранить можно ты я тебе показывал когда алишер привозил для на это нам перцы эти и тоже будем дегустировать но это надо что-то придумать такое это драгоценные перцы получать такие паштет если хлопнуть значит качественно два раза хлопнули понухать сливочным чем-то пахнет вот такая консистенция чем-то сливой ой чонцах свистая мне глаза а с чем с печенюшками тебе на хлеб а где хлеб а вот если очень мягенький вот такая тема производство алишера то есть он сам все это делал это лг намажем на хлеб вот такой куст прям держи а я прям так всем кто кушает полезно птито пробуем дегусти дай 2 сел на туре но могли не такой нету да сливочный мясной какой-то а ты че не пробовал ну как тебе а вот печенюха вообще бомбешник будет мне вкусно он очень меленький натуральный такой паштет и очень маленький там просто короче делается изначально порционно когда все расчислено на 200 грамм печени вот и короче мы тут попробовали сделать побольше ну все это завали а торопишься его дофига становится же исходного материала так скажем а печень чего печень куриная курина печень но вот короче посолить забыли то забыли и мы сделали по рецепту вообще идет десятипроцентные сливки а не было я взял 20 изначально а потом уже десяти процентные взяли жена сказал короче не так сливочно набрать 20 процентов очень сливочный вот этот да и вот и а живу как зовут-то катя катя надо кайкать и тоже в гости пригласить познакомиться любовь геннадьевна готова мучки такие эти дипломатические разговоры ведем и неинтересно вот и получается что сделали 20 процентов катя привет саде от нас она же будет смотреть ну вот смотрим а все семейное шоу вот что потом хотелось сказать что туда печень лук соль перец по вкусу масло сливочное и потом сливками заливается все это дело томится потом и блендером в холодильник и готова то есть сразу потреблять ну вот изначально шеф говорит что я не люблю с морковкой поэтому я бы тоже не хотел так можно морковку добавить так ладно давайте к дегустации основного перейдем ты только обрати внимание какая-то красота вот это сделано сделано вчера здесь вот с другой стороны все подписано очень она нас ну я вчера нет вам бы понравится а мне слабо будет да шри рачи пахнет чесноком чеснок а а есть чеснок и шри рачи запах так а его он сам будет о тебе вот так и адешеру вот так так испей ты из моего кубка короче говоря дрын поехали всем такой еще раз полезно тебе мне вкусно он сладко кисленький пахнет шри рачи с чесноком очень мягкий нежный такой соус он еще не настоялся так знаешь мы его и возъедать не будем он будет настаиваться далее у нас идет который совсем молодой для вчерашний эти уже на старше него апельсиновый это нормально выда уже на настоят ты чё мне не подсказал фонарь включить ее мое и ну это бегом-бегом выехал что-то вообще нахрен вот он как-то в городе ждет больше чем во рту вот теперь нормально ну и шторку отодвинуть надо было маленько у меня фонарь все равно горит пробуем апельсиновый оранж я понюхаю сначала не могу нюхать пока так уже настоялся вот этот самый настоянный это алишеру и маленько дали вывели вот так ну не маленько получилось нормально нормально так неплохо от меньше кислотой пахнет да чё не хаваешь этот соленый куда соленый кислинка есть и не такой сладкий этот более сладкий вот этот более десертный как тебе вкусы разные однозначно ну понятно все из чили поэтому но он почти без капсайцина или не настоялся или вообще мало его там острота вообще не чувствую там а этот у нас мангу манговый чили думаешь откроешь по одному палец у тебя так раз и бух кислой надо было наверно с этого пробовать так он самый это густой получается это мне это мне макс себя любит и любовь геннадий вот так раз еще меньше кислотой получается тем больше настоятельствами меньше идет мне больше нравится у него ястринка по крайней мере кремль самый острый последний по моему скажу прям острый он ну нет вообще но не острый но более всего из них он или он такой стал из-за того что настоялся вот ему больше трех недель уже или это все-таки с манга так связано ну кому больше всего что пораз мне ананас больше всего понравился более сладкий мне больше всего понравился мне мне последний все таки вот ананас который он пойдет к мясу офигенно курица да он сладенький да и к салатам он сочетаться со многими чем будет сыром и сыром да кстати но и шару респект за такие поделки нифига себе мужик сам вырастил сам заферментировал мелкая дешера мы тоже помогал в сторонке там замуж не мешался это тоже важно сколько мало докажется получилось хоть у каждого как бы свое опять же сможет нет не он кто там кто мне прислал последний раз он говорит полчаса ну там вода после ферментации короче вот загружаешь он более-менее такая знаешь вот как бы ну все остается только шкурки и эти косточки ну не надо полагать они очень живо молоть короче и мельница прям забивается да да может и можно применить куда-то но если заморозить туда высушите нереально потому что масла вот эти все знаешь что я хотел посмотреть рецепт вот эти присылали тебе тоже типа арахис с перцем то вот этим внутри ну типа китайская закуска арахис идет и вот там это вот перца как будто я вообще открытие сделал что арахисовая паста блин дофига куда можно применять и в лапшу везде кругом и что китайцы делать оказывается я открытие не сделал как казалось в этот в рамен добавляют охрененно по я но я сам до этого дошел и что для меня это открытие получилось я сам открыл для себя я потом смотрю китайского то думаю ах ты сучок ты раньше меня до этого доперлешь вкусно получается дорого богатым ну чё ребят это это круто было интересный опыт где его и такие соуса крафтовые от алишера домах свежим виноват злодей такой сидит ждет но мы да мы еще его пока это потомим пусть постоит маленько у нас тепло тем более я думаю он ферментируется до сих пор и один из них вообще молодой только вчера приготовлен был поэтому почему нет за что нет все в плане того что тащи макс какой-нибудь супер острый соус и на мне его испробуем не все одному максу страдать но я не знаю да я не знаю мне человека жалко кормить тем что это а ну ты же пробовал какие-то на улице тогда нормально с собой скорпиона пробовали написали говорит а вот это смеш вот такого цвета попробовать если уж требуете там то это но это по сути это мой соус да он не просто там продается или что-то вот так он пахнет ну как томат такой за этого можно хлеб на эту на печеньку лучше я макса насмотрелся теперь сам такие ну дело в том что это не ну не концентрация это легкие такое всегда эти любил галеты из спайков ну а это галета хранится смотрелся потом думаю на зайти посмотреть короче эти галеты галеты 70 рублей рядом стоят такие же печеньюхи просто солью 30 но не армейские галеты армейские нормально стоят вообще на озоне на ваборе они коробками есть там сколько-то коробка целая но он это он разведенный более-менее есть его можно было ну вот это получается он сорта начинает ну да но у это не то говорит макс ну ничего совсем ну да ну и это бы для повседневного возъедания как бы я постоянно без острого я практически не ем но это получается кетчуп да да я делаю видос я с кетчупа меня мешал с несколькими кетчупами всем 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 со стрижачей короче но больше всего лучше всего подходит это сладкий конь кетчуп типа шашлык что дешевый вообще который дело в том что сейчас кетчуп покупаешь вообще какой-то говно последний раз купили он морковного цвета и томата вообще не пахнет из чего его делать непонятно не брал этот адмирал давно вроде брали но я единственное что беру это в метро хензи я мешок покупаю он для ресторана продается два килограмма мешок как бы недорого получается ну два килограмма и это ну там в метров она все как бы коробками банками флягами но надо выпускать уже только разгоняется но он этого это уже не сказать что и пик соусов есть еще вот это это жизненький это топ-топ помнишь соуса это вот смешанный полностью все соуса вина тоже тогда илья садович если посмотрит увидит присылал так она стояла где-то хз вот какой подарок для мужчин это не пить о себе то не есть когда мама приедет ваша знакомиться спасибо большое да в основном женская потому что все у меня жена эйвоном лет 10-12 занимается полная комната забита товаром она вот ну при время проводит из каталогов так каталог меняется товар постоянно ну да вот то что вот в этом плохо когда вот есть что-то хорошее мне не вея очень нравилось шампуни классные были я не вея пользовался всегда у меня и антиперферанты и бальзамы и крема все не вея было степка выживает весел лишь только чувак стал со стула он занял его место сразу да степка меня максимум дурианом подчивает но гостям самое лучшее понятное дело будем пробовать давать отзывы таленга привет скопила так и попробуй человек очку и штанта ну как положено все грязными носками и прочими делами пахнет там конфеты я угораю конфеты обычная конфеты если бы на встрече дуриан конечно был бы профит какой-то это так я смотрел вот настоящий был чуваков в китае говорят если он спел и нормальный он не вонючий он на вкус как сливочное но тем не менее почему-то запрещен перевозки в самолетах поездах ну потому что видимо его везут недозрелым может быть охрену уже вообще вообще есть у них там в это я смотрел он сразу в вакуумном упаковке запаковано знаешь как такие большие банане но у нас хрен такого вот мне конечно хочется его попробовать в тайна доехать воняет вот мой когда блин тридцать двадцать девять тысяч билет был не съездил я сейчас он больше сатаги на хрен билет уже он странный какой-то вкус да иначально а потом обычно он такой странный курс хочу товарищи крестьяне все съедено съедено попробовано перепробовано алишер с мелким тоже домой отправляется будем прощаться посидели поговорили подсвечали да и после максовских соусов я как видите живой да ну я алишеру разумеется не давал там к обстоятельным внутри соус потому что но не надо этого делать просто разбавленный который обычным кетчупом то что каждый день ем но пока исключение грусти скромно в гости жди алишер этом лайк ставь береги себя если близко здоровь всем сибирского жене катя катя привет будет смотреть лишь вот он той чувак тут сидит спасибо за внимание за просмотры которые вы творите этот канал еще раз мы миллион раз говорил не было бы внимания направлено в этом во все этому всего не произошло просто спасибо за гостинцы угощение пишите в комментах рецепты потом все покажем все расскажем когда макс свободится то у него еще долгов там по видосам да сейчас все впритык все притирку и не можем дойти даже до долгов раздать пока что так что сорян глубокий наш но пока пока спасибо за просмотр дорогой друг ставь лайк ценю и видео подписывайся на канал до новых встреч